Приветствую вас зрители, подписчики и просто мимо крокодилы. У микрофона Дэморхитет. В этом видео вас ждет особенно лютый трэш, а все из-за того, что наш канал празднует юбилей. Ведь на него подписалось уже более 300 человек. Так, стоп. Какой Питер отписался, блядь? Окей, проехали. Переходим к геймплею. В самом начале, при ходе в игру, нам предлагают выбрать язык. Уже на этом моменте я столкнулся с санкциями, поскольку русского языка в игре попросту нету. Зато есть украинско-европейский, который большинство моих зрителей более-менее понимает, поэтому я решил выбрать его. Сразу после этого игроку предстоит выбрать персонажа. На выбор представляется белый мужчина и белая женщина. Алло, комьюнити, куда вы смотрите? Тут в игре расизм. Выбрав персонажа, мы узнаем сюжет игры. Итак, твой дядя уже давно живет в Австралии, и он там был великим гонщиком. Но он стал староват и журноват для этого дерьма, поэтому он приглашает тебя, делая предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Эй, 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 стой-ка! Слышишь? Чего слышишь? О, в том-то и дело. Да в чём дело-то? В том-то не слышно ни хрена! Поглянись-ка вокруг, э! Ой, 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 а чё-то никого нет. А где здесь все люди-то, а? Где они на дворе? Блин, ни машин, ни людей. Что за чёрт, блин, а? После этого следует брутальный мужицкий секс с местной версией праворульных жигулей, после которого можно наконец-то прокатиться. Продолжение следует... Чтобы жига пёрла как бешеная, можно закупить для неё тюнинговые запчасти в магазине. Но вот беда. Как только ты что-то в любом из этих магазинов покупаешь и привозишь домой, весь твой адвентарь в гараже к хуям пропадает. Наверное, дядя тут суперчаржер с пиздью. Ух, сука! Но ничего, на этот случай у меня есть план действий. Так, а чё там игра-то была? А, о гонках! Гонять можно как на песчаных, так и на асфальтовых треках. Но вся боль заключается в том, что машина и там, и там ведёт себя примерно одинаково. А на управляемость на том или ином покрытии влияет только выбранный тип резины. Не-не, ребят, не поймите неправильно. Мне нравится, что машина на грязи едет с заносом, это в принципе вполне даже... Реалистично! Но когда она абсолютно так же хуярит боком по асфальту, это вызывает... Вопросы. Ничего страшного, у меня и на этот случай есть готовое решение. Моя гиперхрутая тачка не может обогнать это ведро. Это что, какой-то новый вид точных кошмаров? Я знал, он движется слишком быстро. Там нет места для замедления. Какого чёрта? Что это за дьявольская тачка? В целом, как вы понимаете, для инди-проекта игра довольно забавная и даже местами годная. Но обрести ей хоть какую-либо популярность помешали три ключевых фактора. Во-первых, это пилотный проект студии Creative Pudding для Стима. Ранее же эти ребята вообще ничем серьёзнее плагинов для браузера не занимались. Во-вторых, это цена продукта. На данный момент стоимость игры в Стиме составляет около 6 евро, что даже по европейским меркам для инди-проекта непозволительно дорого. Наконец, третье, это распиздяйское отношение разработчика к своему дитичу. Здесь можно долго и витиевато перечислять косяки и баги игры, но ведь все мы и так прекрасно понимаем, о чём речь. Всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч. Придумал шутку за 300? Пиши в комменты.